28 декабря уже прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законодательных актов, регулирующих миграционные процессы, изменения принятые в семи документах. Можно выделить два основополагающих новых законопроекта. Первый из которых ввел понятие в законодательство – это фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства или по месту пребывания, а также регистрация иностранных граждан. Фиктивная регистрация оформлена по закону, но без намерения проживать по указанному адресу. Есть и вторая сторона медали. Хозяин жилплощади предоставляет услугу, заранее зная, никто проживать в квартире или доме не будет. Под это понятие попадают и резиновые адреса, когда на один квадратный метр приходится по несколько десятков человек. Мы слышали по Московской области, по Санкт-Петербургу. Были такие случаи, что по одному адресу было зарегистрировано 200, 300, 400 человек, которые на самом деле там не проживали. То есть регистрация осуществлялась, говоря, грубо за деньги. Расклеивая все объявления, и всех желающих, собственник у себя регистрировал, за это получал какую-то копейку и так далее. То есть на сегодняшний день мы будем делать соответствующие выборки в компьютерной базе данных, смотреть те адреса, где реально жилплощадь не позволяет проживать единовременно такому количеству человек, которые там зарегистрированы, будем проводить соответствующие проверки. Есть закон, предусмотрены штрафные санкции. За нарушение режима регистрации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Соответствующую статью внесли в Уголовный кодекс Российской Федерации. Введена новая статья, которая предусматривает уголовную ответственность за данные фиктивной регистрации, которая предусматривает собой штрафные санкции от 200 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет. Изменения коснулись и сроков пребывания иностранцев в России. Теперь не более 90 из 180 суток. Прежняя лазейка – выехать за границу России и в тот же день вернуться – теперь не работает. Под контролем ФМС до 1 апреля перейдут приемники-распределители для иностранцев, нарушивших условия пребывания или работы в России. И штрафы придется платить вовремя – в день вынесения решения о взыскании штрафа. Уехать и забыть, что должен, не получится. И новость для граждан Таджикистана. Для них срок постановки на учет теперь составит 15 дней. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион.